Друзья, мы на улице Екатерина Будановой, вот она, она отходит от Полоцкой улицы здесь, здесь она как раз начинается, ну и тогда дальше идет до улицы Коцубинского, небольшая улица, и здесь в реновацию попало всего два дома, вот этот первый дом и вот этот третий дом, хотя здесь, в принципе, около десятка, побольше, конечно, пятиэтажек, вот, но почему попали именно вот эти дома, вот она улица, в принципе, небольшая, вот там до поворота, но там еще немножко домов тоже есть, почему именно вот эти дома попали в реновацию первый и третий, потому что они панельные, то есть вот эти дома, там, с той стороны, они кирпичные, и пока на сегодняшний день, опять же, в реновацию не попали, но вот эти дома панельные, так, это первый дом, а вот это третий дом, вот они стоят по нечетной стороне, дома панельные, построены в 3661-62 годах, вот, так что здесь все достаточно просто, видите, какие красивые, красивые здесь зеленые зоны, у нас 35-37 кварталы Кунцево, вот, ну, фактически, вот этот дом первый, он выходит непосредственно лицом на Половскую улицу, вот, но числится он по улице Ирина Будановой, героиней Великой Отечественной войны, ну, и вот это тоже такой типичный панельный дом, видите, как много зелени, это, очевидно, жители насажали, целый такой сад тут получился, с разными растениями, вот так вот, площадка вон детская, тоже такая естественная, без вот этих покрытий танталовых и прочих, очень красиво все, ну, вот все, собственно, вот эти дома и снесут, здесь, на сегодняшний день, естественно, видно, про сегодняшний день, ну, а построят что-то типа вот такого дома, ну, чуть поскромнее, конечно, но вот в таком плане, да, вот, собственно, первый дом и третий, видите, какие балконы оригинальные, вот, ну, опять же, на сегодняшний день, то есть, почему попали, потому что они панельные, ну, а в реновацию, как я уже сказал, на Половской улице попал на сегодняшний день, опять же, на вот, лето 2020 года, всего один дом, вот, находится он недалеко от начала, собственно, этой улицы, в 46-м квартале Кунцево. Ну, собственно, вот он, 5-корпус-2, кирпичный дом, построенный в 1362 году. Ну, за что его так наказали, не знаю, наоборот, наградили, не знаю, в принципе, обычная такая кирпичная пятиэтажка, вот она, которых здесь довольно много, но вот, как бы там ни было, вот, попал именно вот этот дом, так он немножечко во дворе находится, дом об Ивана Франко, вот, как там дом идет, 12-этажный по Ивана Франко, и вот здесь, в дворе, как раз этот вот единственный дом находится, который здесь, вот, на этой улице будут сносить. И сейчас вот отсюда посмотрим, вот он, видите, так лучше видно, да, наверное? Хотя здесь, я уже говорил, около десятка пятиэтажек, ну, вот они пока, пока, ключевое слово, да, пока в реновацию не попали. Ну, могут еще попасть, пока только вот этот вот дом один. Пять, корпус два. Давайте еще с этой стороны посмотрим его. А, вот здесь неплохо видно, да, вот. Дом, как говорится, во всей красе, вот он на сегодня попал в реновацию здесь. Друзья, а на Кунцевской улице, которая вот там проходит, отходит от Полоцкой, на сегодняшний день в реновацию попало четыре жилых дома, и все они находятся рядом друг с другом. Вот он, дом 7, корпус 2. Ну, в общем, 7, корпус 1, 7, корпус 2, 9, корпус 1, 9, корпус 2. И они образуют, как бы, такое закрытое каре, внутри которого находится дворик. Вот, видите? Причем дома четырехэтажные, вот это 7, корпус 2, они уголковые такие, как бы уголками, тут один уголок, от проезжей части там уголок, и там тоже точно такие же, как бы, два уголка. И, кстати, они образуют такое вот закрытое пространство, внутри которого находится вот внутренний дворик такой, как бы один на все вот эти четыре дома. Ну, и вот эти дома по Кунцевской улице, они, их хотят реконструировать. То есть, возможно, их не будут сносить, а будут реконструировать. Вот это 7, они, в принципе, все одинаковые, в общем-то, дома. Вот это 7, корпус 2, вот это 9, корпус 2. А туда, на проезжую часть, выходит, там партизанская улица проходит, а на проезжую часть, вот этот уголок с партизанской, вот, это 9, корпус 2. Ну, а 9, корпус 1, он один угол на партизанской, другой на Кунцевской. И вот, знаете, какой большой такой внутренний дворик. Так что, вот эти дома, их, они построены были в 1653-м годах, все дома, ну, в одно время. Это 46-й квартал Кунцева. И их, в общем-то, я слышал, что могут не снести, а реконструировать. Ну, потому что они еще дома от старого Кунцева, от подмосковного города Кунцева, который здесь находился до 60-го года, в этой местности. Ну, и они представляют определенную, конечно, ценность. Очень красивые дома, действительно. Здесь такие балкончики оригинальные. Какая-то даже пристройка к дому. Вот это дом 9, корпус 2. Это 7, корпус 2. Ну, а там вот уже, в проезжей части Кунцевской улицы, там, видите, детская площадка здесь вот у дворе находится. Ну, а там дальше вот уже, соответственно, у нас, вот там дом 7, корпус 1 и 9, корпус 1. Ну, они, в принципе, все одинаковые. То есть, по сути дела, они, видишь, то, что все в зелени утопают, такой уютный дворик, конечно, здесь. Вот, и единственное, вот, на самом деле, конечно, здесь на Кунцевской улице побольше таких вот домов, до 5 этажей, скажем так, более десятка. Но на сегодняшний день в реновацию попали только вот эти вот 4 дома. Такие вот они, которые образуют как бы одно целое, можно сказать. Вот. Но, опять же, это именно на сегодняшний день. А как уж там дальше будет сказать, конечно, сложно. Вот. Ну, и сейчас, наверное, вы знаете, да, что реновация, она, в принципе, в Кунцево идет по двум точкам. То есть, одна точка, это на Партизанской, там, около военкомата Кунцевского строится дом. Вот. Уже около года, наверное, строится. Это одна точка. А вторая на Бобруйской улице находится. Вот точка. То есть, сейчас две стройки по реновации. Ну, где-то хотят закончить одну, может, даже уже в этом году, ну, и в следующем, 21-м. То есть, как-то так. Ну, не знаю, как получится. Но мы их еще посмотрим. Только не сегодня уже. Сегодня, наверное, не будем смотреть. Но, в целом, это вот так вот. То есть, пока так довольно вяло идет реновация. Ну, потому что, хотя будет снесено около более 60 домов в Кунцево, в этом районе, но так пока реновация идет довольно вяло здесь. В отличие от многих других районов Москвы. Ну, такая ситуация и будет здесь заразить им события, конечно же, как обычно. В том числе и в Кунцево тоже. Друзья, ну, и как я сказал, на улице Ивана Франко под реновацией на сегодняшний день попал один дом. Это вот этот 34-й дом. Кирпичная пятиэтажка, по номерам 34. Вот, в 46-м квартале Кунцево. Построенный в 1666 году. Номер 34. Недалеко от платформы рабочий поселок. Ну, не знаю, с чем это связано. Такая, вроде, добротная, хорошая пятиэтажка. Видно прям. Вот, стен такие хорошие, видно крепкие. Ну, вот, как-то этот дом, он все-таки, вроде... Тут довольно много пятиэтажек. Так, около 20 на улице Ивана Франко. Вот, построенные в 50-е, 60-е годы. Ну, вот, они не попали. Те, которые, вот, я показывал, там выдавливают пик, но они незаконно это делают. Там 18-е, 20-е дома там. Ну, а здесь вот на законных основаниях только один дом пока попал. Вот этот вот 34-й по списку 2017 года. Вот. Так что на сегодняшний день только вот этот один дом. Должен быть, по идее, снесен здесь вот на улице Ивана Франко. Ну, еще по спискам, да, 2017 года. Но они, по сути, практически не обновлялись с тех пор. Вот здесь вот улица Леси Украинки проходит. Ну, и дальше совсем рядом вот платформа «Рабочий поселок». И вот этот дом-то, видите, он попал в реновацию. Ну, все, конечно, может измениться, понятно. Но мы говорим вот именно про сегодняшний день. Итак, улица Ивана Франко, дом 34. Так, ну, а теперь из Южного Кунцева мы переместили с Северное Кунцево на Север. Вот здесь к метро «Молодежная». Вот это Ярцевская улица. Это Ельнинская улица. И здесь сейчас мы посмотрим сначала дома. В этом седьмом квартале вот они уже начались. Панельные дома. Сначала по Ярцевской улице, потом по Оршанской. Вот это дом у нас 25-й. Это все, сейчас увидим целую группу панельных домов. Вот. И все были построены даже в один год. В 364-м году. Ну, естественно, они попали под снос. Это понятно. Вот. Хотя в Кунцеве, конечно, далеко не все пятиэтажки попали под снос. Ну, они у самокирпичные, а эти все-таки, видите, панельные. Итак, дом 25-й. Вот это вот. По Ярцевской улице. Ну, это пока такой безымянный проезд, как бы. Небольшой такой дублер Ярцевской улицы, которая там вот проходит. Итак, это у нас дом 25-й. Вот. А вон там дом 23-й. Тоже вот по этой Ярцевской улице. Видите, какие там современные дома уже построили на Ярцевской. Вот за последние десятилетия они выросли. Там, там, туда, дальше. Вот. До этого тоже были маленькие. Ну, пятиэтажки фактически. Все. Уже, видите, там тоже построили. Ближе к Рублевскому шоссе, к Рублевке. Ну, здесь и так смотрим еще раз. Дом 25. Дом 23. По вот этой вот Ярцевской улице. Так что, видите, какой контраст. Здесь вот уже вот такие современные дома. А здесь вот еще советские пятиэтажки. Фактически еще ничего не менял. Ну, скоро их тоже снесут и вот построят примерно такие же дома на их месте. Так что вот жители этих домов могут примерно видеть, видеть, что их ожидает. В общем-то, в недалеком будущем. Куда их будут переселять. Вот примерно такие вот дома. Панельные в основном. Вот, ну, смотрим. Да, это вот у нас. Дом 23. Вот по Ярцевской улице. Так, там проход закрыт, я смотрю, между домами. Ну, ладно. Обойдем. Да, это вот. Бывший уже кинотеатр. Брест. Ну, вообще здесь много белорусских названий. Потому что название улиц, я имею в виду, прежде всего. Ну, кинотеатр Брест. Бывший уже. Ну, потому что, собственно, запад Москвы. Западный округ. Кунцевский район. И дорога, соответственно, в Белоруссию, прежде всего. Вот поэтому так. Ну, наверное, тоже, кстати, будут сносить и строить какой-нибудь районный центр, как во многих других районах Москвы. Ну, пока стоит. Ну, ладно. А мы все-таки обращаем внимание на дома, которые попали в реновацию. Кстати, в Кунцево пока сроки реновации не определены. Не для одного из домов. То есть, да. Должны определить его до апреля этого года. То есть, уже в скором времени. Вот. Пока не определены. А мы приближаемся вот к этой вот Аршанской улице, которая отходит как раз от Ярцевской. И идет туда, до улицы Академика Павлова. И вот, смотрите, дом 2. Это дом 9-этажный. И он тоже попал в реновацию под снос. Ну, такие дома, в общем-то, во многих районах попали. Так что здесь как раз ничего такого удивительного нету. Ну, вот. Просто. Ну, типовой дом. Тоже, кстати, он единственное. Блочный. Но тоже был построен в 64-м году. Так же, как и вот эти панельные дома. Вот его окружающие. Итак, дом 2. Вот, собственно, с него как раз вот начинается вот эта Аршанская улица. Так. Ну, и вот за ним, собственно, идет дом 4. Но он уже обычный панельный дом. Тоже 64-го года постройки. Такой он серенький домик. Вот дом 4. Ну, естественно, он тоже попал в реновацию. Ну, и вот еще раз смотрим на вот этот дом 23-й. По Ярцевской. А там остался дом 25-й. По этой же улице. Это тепловая станция районная. Так. Итак, вот еще раз смотрим дом 4. По Ельнинской. И сейчас еще посмотрим 3 дома по этой же... Не по Ельнинской, а по Аршанской. Паршанской. Вот, дом 4 по Аршанской. И дальше дом 6. Тоже по Аршанской, тоже панельный. Тоже 64-й год постройки. Все одинаково. 23-й по Ярцевской. И вот, пожалуйста, дом 6 по Аршанской улице. Так, ну, сейчас здесь даже получше будет видно этот дом. Так. Ну, вот. Видите, они стоят все торцами. Собственно, вот к этой вот проезжей части. Дом 4 и дом 6. Все стоят торцами. И немножко сюда вот в глубину 7-го квартала Кунцева. Так, ну и дом 8, корпус 1. Вот он. То же самое. Вот они друг за дружкой идут. Там 4, 6 и 8, корпус 1. Точно такие же. Все они одинаковые. Видите, даже были построены в один год. 4 корпуса 1. 8 корпуса 1. Вот, пожалуйста. И еще вот там немножко вдалеке 8, корпус 4. Тоже по Аршанской. Туда ближе к Ельницкой улице, но счастлива по Аршанской. Тут в глубине квартала затесался домик. Немножко отличается он, по-моему, так. Не только по цвету, но может и конструктивно. Вот этот дом. Тоже пятиэтажка панельная. 64-го года постройки. Ну, год постройки везде одинаковый. 64-й. Да, и я думаю, что уж особых каких-то различий между этими домами нет. Так. Ну, это школа, судя по всему. Ну, и прямо вот около нее как раз вот этот вот домик. Сейчас здесь мы, я думаю, его хорошо посмотрим. Вот он. Неплохо видно его здесь. Итак. Аршанская улица, 8, корпус 4. Так. Ну, здесь еще можно посмотреть. Ну, хорошо видно вполне. Все. Ну, и вот 8, корпус 1, дом 6 тоже. А в другую сторону, вот эта Аршанская улица занимает Институт МАТИ, Авиационно-технологический институт. Вот этот всего корпуса. Вот. Там дальше строится жилой комплекс Авиатор. Тоже на части территории вот этой бывшей МАТИ. Ну, это торговый центр Кунцева. Ну, он, собственно, находится вот между вот этой вот Аршанской улицей и Партизанской. Так. Ну, и сейчас смотрим. Дома у основной проезжей части. Дом 8, корпус 1. Дом 6. Это вот как раз проезжей части. Начало. Аршанской улицы. И вот это дом 4. Дом 4. Здесь лучше их видно, чем с той стороны эти дома. Дом 4. Ну, и дом 2. Тоже 9-этажка. Тоже 64-го года. Постройка только блочная, а не панельная. Ну, вот расстояние, кстати, между домами посмотреть. Обратите внимание. Тоже достаточно. Ну, в принципе, стандартное состояние. Как-то достроили в 60-е годы. В общем-то, давали довольно много жизненного пространства. Ну, вот дом 2 как раз. Где как раз, а вон уже Ярцевский. Здесь как раз вот начинается вот эта вот Аршанская улица. Так, а мы перемещаемся на Партизанскую улицу. 13-й квартал Кунцева. Вот. И, надо сказать, что на Партизанской улице очень много пятиэтажек. И вообще домов до пятиэтажей. Вот. Не только пятиэтажки. Там 3-4-этажные дома. Но лишь часть из них попала в реновацию. В основном под снос преимущественно. В Кунцево тут в основном дома под снос попали. И причем меньшая часть домов. Ну, и вот. Собственно, перед нами. Дом, который не попал в реновацию. Это дом 33. Корпус 1. А вот там вот дом 35. Корпус 1. 1660-го года построил кирпичный. Он попал в реновацию. И вот тот дом тоже. 31-й. Вот он, который стоит, собственно, на пересечении с Ярцевской улицей. Вот. Ну. Числиться по вот этой вот партизанской. Ну, тот тоже попал в реновацию. Постановился. Это кирпичный дом. Кирпичный дом. Ну, здесь в основном все это начало 60-х годов. То есть постройки. Вот этот дом, он как раз был построен в 1660-м году. Видите, вот кирпичный дом. Вот. 31-й дом по-партизански. А вот это, я уже сказал, 33-й корпус 1. Он в реновацию не попал. Вот. А зато следующий дом. 33-й корпус 2. Он попал. Ну, вот такая вот ситуация. То есть как бы такая через полосица здесь вот в Кунцеве. Довольно такое обычное явление. То есть один дом попал, другой нет. Хотя они фактически одинаковые. Да, вот 33-й. 3-й корпус 1 и 33-й корпус 2. Но этот дом 33-й корпус 1 не попал. А следующий буквально за ним такой же дом. Вот. Фактически в одно время построенный. Он попал. Вот. Это дом 3664 года постройки. 33-й корпус 2. Пожалуйста. Ну, смотрим еще раз вот со стороны двора уже. Дом 31-й корпус 316 года постройки. Ну, и вот. 33-й корпус 2. 3664 года постройки. Ну, видите, какие-то жители хотят, какие-то не хотят переезжать. Поэтому с этим связано. Ну, видите, в Кунцеве здесь достаточно большой волюнтаризм проявляет власть. Ну, в частности, вот 47-й, 48-й кварталы Кунцева на юге. Они вообще отдали фактически под застройку пика. И там жители практически принудительно выселяют из таких довольно добротных хороших пятиэтажей, которые вообще не попали в реновацию. Но все при этом переселение идет потихоньку. И те дома тоже будут разрушаться. Это, которые около железной дороги, где мы уже были. Вот я, в принципе, говорил об этом. Ну, вот. Там в южном Кунцеве. Так что тут вот такая. Поэтому, естественно, что то, что если дом не попал в реновацию, тем более по новым законам, это еще вовсе не обозначает то, что его не снесут. Его вполне могут и снести. И те дома, которые даже здесь не попали в программу реновации вот 2017 года. Но мы все-таки опираемся на официальные данные, потому что мы же не можем опираться на какие-то там волонтаристские действия. Там приехали, дом разрушили и все. Нет, ну, все-таки так тоже нельзя. Поэтому, ну, вот. По официальным данным такая информация. Что 33 корпуса. Один не попал, 33 корпуса попал. А это вот дома 35-й. 35 корпус-1 и за ним 35 корпус-2. И оба дома, они попали в реновацию. Вот. Под снос. 35 корпус-1 было построено в 1360 году. А корпус-2 в 1362. Ну, тоже начало 60-х годов. Когда вот велась застройка этого квартала. Вот. Ну, видите, какие дворы. Расстояния, конечно, достаточно большие. Ну, там Кунцево-Плаза. Большой комплекс. А дальше Мати. Авиационно-технологический институт. Так что, так вот. Вот уже, вот видите, новый дом. Да. Ну, и вот, собственно. Сюда вполне видно. Вот, пожалуйста. Можно посмотреть. Дом. 35 корпус-2. Вот он. Так. 35 корпус-2. Вот видите, такая детская площадка между этими домами. Вот два дома. А дальше там еще дом изначально попал в реновацию. 51 корпус-1. Но потом жители проголосовали против. В 2017 году. То есть, сначала его включили в реновацию. Тоже пятиэтажка кирпичная. Туда подальше. Вот уже ближе к улице Академика Павлова. Ну, а потом жители решили отказаться. В этом же 2017 году. То есть, через несколько месяцев. Поэтому уже его смотреть не будем. Но раз он, как бы, пока исключен из реновации. Ну, и там, кстати, довольно много пятиэтажек. Целый такой квартал. Около десятка наперещений с улицы Академика Павлова. И ни одна из них, кроме изначально дом 51 корпус-1, в реновацию не попала. Но его тоже жители исключили из списка реновации. Поэтому пока те дома смотреть не будем. Ну, коли они в реновацию не попали. Но, опять же, все может быть. Но если какие-то будут изменения и, соответственно, инновации, то, естественно, будем... Посмотрим и те дома. В общем-то, в конце партизанской улицы. Никаких проблем, я думаю, здесь не возникнет. Так, ну, что ж. Теперь пойдем снова к Ярцевской. Так, ну и снова мы вот возвратились к Ярцевской улице. Да, вот эта пятиэтажка, допустим, в реновацию не попала. А вот эта попала. Это дом 13-й. Пятиэтажный, кирпичный, обычный, серенький домик. Построен был в 1661 году. Ну, 60-й, 61-й год. Вот он, дом 13-й. Он в реновацию попал. Ну, 13-й. А вот тут, допустим, 15-й он не попал. Видите как? То есть такая вот идет вот, как бы, и даже через полосица. Да, ну и смотрим дальше. Вот этот вот домик. Вот тоже попал в реновацию. 11-й корпус-2. Вот, дом был построен в 1661 году. 11-й корпус-2. Вот, а 11-й корпус-1 не попал в следующий такой же кирпичный дом. Итак, 11-й корпус-2. Да, 1161 год постройки. Вот, который попал. А следующий точно такой же кирпичный. Все то же самое, в одно же время построенный. А он не попал. 11-й корпус-1. Ну, вот такая вот ситуация тут типична для Кунцева. Ну, в других районах некоторых тоже есть. Но все-таки, может быть, не так много. А здесь конкретно достаточно много. Итак, 11-й корпус-2. Здесь вот хорошо видно. С оборотной стороны. Так. Ну, и вот, а этот не попал. Ну, на всякий случай посмотрим. Потому что его, конечно, тоже могут снести. Я не знаю, конечно, как тут предполагать, что один дом снесут, другой оставят. Ну, не знаю. Я как-то сомневаюсь, что так будет. Но пока данные такие. Следующий дом, 9-й, попал в реновацию. Вот он, видите, торцом стоит на проезжей части Ярцевской улицы. Так же, как и тот вот 13-й дом. Он был построен в 1363 году. Чуть попозже, чем 13-й. 13-й, в 61-й. А этот вот в 63-м году, дом 9-й. Ну, вот, пожалуйста. Дом 9-й. Так, ну, здесь какие-то курсы иностранных языков. Не знаю, я думаю, что это, конечно, когда-то что-то было. Может быть, или жилой дом, скорее всего, был здесь, или что-то еще. Может, типа, не знаю даже чего. Какая-нибудь поликлиника. Ну, не знаю. В общем, может быть, скорее на жилой дом больше похоже. Такой старый двухэтажный. Так, а теперь смотрим на дом 7. Вот он, четырехэтажный дом, который был построен в 1358 году. Ну, вот он, видите, он четырехэтажный, он отличается от других. Он прям лицом выходит непосредственно на проезжую часть. Ну, и построен был несколько пораньше. И по виду отличается от окружающих домов. Ну, и построен был пораньше. И четырехэтажный, к тому же. Вот он. Четырехэтажный дом. 1958 года постройки номер 7. Ну, и дальше у нас идет дом номер 5, который тоже поповернется. Это обычная пятиэтажка серенькая. 1961 года постройки. Здесь ничего такого особо интересного нет. Итак, дом 9, 1963 года постройки. Дом 7, четырехэтажный, 358 года постройки. И дом 5, 361 года постройки. Вот. Собственно, на этом Ярцевская улица у нас заканчивается. И мы переходим на Бобруйскую улицу. Вот. И эти дома уже по Бобруйской улице у нас идут. И тоже кирпичные дома. Это дом 4, корпус 2, построенный в 1665 году. Вот он перед нами. Ну, там как раз она, Бобруйская, отходит от Ярцевской. И дальше идет до улицы Академика Павлова. Вот. Назначить белорусского города Бобруйска. Вот. Ну, так же, как и Ярцево, тоже город такой есть. Ну, вот. Это 4, корпус 2. Дом 1165 года постройки. Такого песочного цвета. Вот. А вон 4, корпус 1. Как говорится, его собрат. Ну, построен был пораньше. В 1162 году. Итак, 4, корпус 2. И вон 4, корпус 1. Да. И смотрим еще вот на этот дом 5, с другой стороны. Это вот по той вот Ярцевской улице. А здесь этажи отходят Бобруйская и дома вот эти по Бобруйской. Все понятно здесь. Видите, голубятня, даже огороженная сохранилась. Прям очень круто все. Тоже может, кстати, пострадать при реновации. Так. Ну, это вот 4, корпус 1. 1362 года постройки. То есть, вы видите, это песочный цвет 65-й. Как бы чуть-то выглядит посовременнее, посвежее. Этот вот серенький дом, более старый. Ну, говорит, в глубине находится. А этот, собственно, непосредственно торцом выходит на проезжую часть вот Бобруйской улицы. Вот 4, корпус 1. Идем дальше по Бобруйской. Вот там. Около десятка домов попало в реновацию, но чуть поменьше. Так. Здесь идти сложно. Здесь завалы снежные. Ничего, выберемся. Так, сейчас посмотрим 4. Корпус 1 и корпус 2 со двора. Вот это 4, корпус 2 со двора. Это двор. Дома, ну, собственно, вот сам двор. Весь сейчас снегу, конечно. Ну, а так, довольно уютно. Здесь все, конечно, как зелено, красиво. Когда в теплое время года. Так, вот это 4, корпус 1. А вот тут дом 6, который тоже попал в реновацию пятиэтажка. 6, корпус 1. Построенный в 1162 году. Тогда же, когда и 4, корпус 1. То есть, их в одно время строили. 4, корпус 1. И вот этот 6, корпус 1, который непосредственно лицом выходит. На проезжую часть этот торцом выходит, вот, в торец. А этот вот непосредственно распластанно, вот, напротив проезжей части. Ну, вот видите, такой, здесь уже, видите, современные дома, конечно. Это то, что ждет жителей этих вот пятиэтажек в будущем. Возможно, в близком, а возможно, и не очень близком. Ну, я уже сказал, пока еще не определены точные сроки переселения. Вот это вот еще раз смотрим 4, корпус 1 дом. Ну, в любом случае, где-то за 10 лет эти дома должны снести в Кунцеве. Все дома, которые попали в реновацию. 10 лет это максимум, в общем-то. Так, ну, а те, которые не попали, еще раз говорю, там вопрос такой сложный. Их, конечно, тоже могут снести, скорее всего, снесут, по крайней мере, часть в Южном Кунцеве. Но тут такой момент, да, поскольку официально не попали, то что-либо говорить очень сложно. Итак, вот эти уже современные дома. По контрасту, да, эти пятиэтажки и вот эти современные дома. Ну, вот, мы сейчас еще отсюда посмотрим. У нас 6,4 корпуса 1. Ну, вот, видите, какой уголочек образует такой. 6 корпуса 1 и 4 корпуса 1. Ну, а корпус 2 там уже остался. Ну, а здесь вот в глубине 13-го квартала Кунцева, за этими такими уже новыми домами многоэтажными, вот притаилась такая вот пятиэтажечка. 10 корпус 3. Тоже кирпичная, песочного цвета. И она тоже попала в реновацию под снос. Вот. Ну, это середина, ну, первая половина 60-х годов. 63-65-го года. А сейчас остальные другие вот пятиэтажки, которые мы увидим дальше вот по вот этой вот Бобруйской улице, они были построены в период... Все они кирпичные, и все были построены в период 63-го по 65-й год. Так же, как и вот этот дом 10 корпус 3. Вот. Ну, надо сказать, что на Бобруйской тут, по-моему, все пятиэтажки попали в реновацию. Ну, все, что есть. Ну, здесь вот эти 14-этажный дом уже большой. Вот. То есть, в отличие от той же партизанской, где там, по-моему, пятиэтажек не попал в реновацию. Здесь вот более-менее все как-то понятно. и как-то все вместе идет, да? Итак, еще раз 10 корпус 3. И дальше идем к 16-му дому. Вот он, 16-й дом. Это 14-й. 14-этажный. Вот. А дальше там уже 16-й. 18-й и 20-й. Который нам осталось посмотреть. Ну, вот там проезжая часть проходит. Видите, немножко в глубине. Но они торцами выходят. Вот эти дома. Этот вот 10-й, 10-й корпус 3 вообще там где-то в глубине затаился. А эти вот они уже, собственно, уходят на проезжую часть дома. Но торцами. Итак, этот вот дом у нас 16-й. Вот стоит кирпичный. Он тоже вот попал в санкционироваться. Ну, вот здесь более-менее неплохо видно его. Видите, даже сейчас деревья загораживают, да? А когда лето, вообще тут ничего не разглядишь. Все в зелени утопает. Так, а это дом 18-й корпус 2 у нас. Вот он стоит. 18-й корпус 2. А вон его собрат 18-й корпус 1. Видите, все они дома в общем-то похожи. Фактически одинаковые. Вот. Итак, 16. Вот 18-й корпус 2. Вот 18-й корпус 1. И 20-й дом там. Следующий. Потом 20-й. Так, 16-й. 18-й корпус 1. 18-й корпус 2. Ну, этот 18-й корпус 2 тоже несколько в глубине вот этого 13-го квартала Кунцева. Вот такие тоже, видите, довольно просторные дворы. Вот и 20-й. Получается, длинный дом. Вот это 20-й дом. И все эти кирпичные дома были построены в 63-м, 65-м годах. И все они попали под снос по реновации. Ну, вот он 20-й дом. Получается, сочлененный, да? Так, и вот это еще раз 18-й корпус 2. Так, это все, что вот, в общем-то, попало в реновацию под снос здесь на Бобруйской улице. Но еще надо посмотреть и новостройку, реновационный дом. Надо сказать, что здесь две площадки в Кунцево, в Кунцевском районе. Здесь две площадки под реновацию. Сейчас два дома строятся, реновационных. Ну, и пока других площадок еще не запланировано. И один из них как раз здесь, вот на Бобруйской улице, владение 15. Ну, а второй, там на Молодогвардейской, на переченье с Партизанской. Ну, естественно, мы их тоже сейчас посмотрим. На Бобруйской еще прямо сейчас. Ну, а на Молодогвардейской чуть-чуть попозже. Вот. Вот строятся как раз для пересенцев. Ну, я думаю, что когда их построят, вот эти дома еще пока не построили, то, соответственно, тогда же, наверное, будут потихонечку сносить и те дома, которые попали под снос, по реновации. Ну, потому что пока просто некуда переселять. Вот. Вот чем все дело. То есть, нести-то можно, а переселять-то куда? Людей-то надо куда-то переселять. Ну, вот. Поэтому сначала построят вот тот дом. Итак, еще раз смотрим. Дом 20. И дом. 18 корпус 1 здесь хорошо видно. Видите, торсами. Вот проезжая часть. Торсами как раз выходит. На проезжую часть. Это паркинг. Ну, а вон как раз идет строительство дома. Видите, уже такое довольно высотное здание построили. Вот. Перед нами ножка в тумане. Сегодня такая сырая погода. Около 0 градусов температура. Итак, еще раз смотрим уже здесь. Вот эти. Дом 20. Получается, как бы такой сочлененный. Вот. И вот этот вот реновационный дом. Номер 15 у него. Вот. И, насколько я знаю, раньше здесь находился, как бы школьный комбинат питания. Школьный комбинат питания. Школьная базовая столовая. Вот. И там еще на первом этаже была кулинария довольно долгое время. Вот. Ну, где-то пару-тройку лет назад ее закрыли. Ну, а может сама закрылась. Может обанкротилась. Ну, а, кстати, вот эти дома не попали в реновацию. Тоже по вот этой Бобруйской улице. Дом 24. Там дальше 26. Да они не попали. Так что не все дома все-таки попали. Но. Ноги, но не все. Ну, и вот давайте вот смотреть. Видите. Вот этот дом. Вот. Который строится на месте вот в школьном комбинат питания. Вот. Его снесли. И вот стали строить здесь вот как раз жилой дом. Сколько там этажей? Я так понимаю, что его подвели. Под крышу-то нет. Так получается, что он не очень высотный, это дом. Сейчас посмотрим еще получше. Здравствуйте. Ну, я 14 этажей насчитал. Ну, 14 этажей, конечно, тоже не так уж мало. Вот. Это, кстати, 26. Ну, на всех случаях посмотрим. 24-26. Но они в реновацию не попали. Ну, вот здесь хорошо видно вот этот дом. Да, я так понимаю, что его уже подвели под крышу. То есть уже 14 этажей, наверное, судя по всему, все-таки будет. Вот. Начали строить, по-моему, в 19-м году. И. Хотя сдать его уже в этом году, в 21-м. Ну, по сути, под крышу подвели. Сейчас уже идет отделка, насколько мы видим. То есть и внешняя отделка еще не сделана пока. Ну, и внутренняя, очевидно, тоже там идет. Ну, я думаю, что, конечно, вполне реально сдать его в этом году. Ну, скорее всего, уже, наверное, ближе. Где-то, наверное, к середине или даже к концу года. Ну, в принципе, даже до лета можно успеть и при желании. Ну, раньше-то вряд ли. А вот где-то так вот летом, ну, или осенью, вполне-вполне реально сдать уже этот дом полностью. Ну, такая вот ситуация. Так. Ну, что ж. Теперь возвращаемся на Партизанскую. И там еще посмотрим дома, которые попали в реновацию. Ну, и вот мы на Молдогвардейской улице. И вот она, второй дом, реновационный, на переченье с Партизанской улицей. Вот, перпендикулярно Молдогвардейской проходит Партизанская. Видите, 11-этажный дом. Ну, по-моему, 12-этажный. Ну, первый этаж, как бы нежилой, да. Вообще, проекте 11 этажей, но я вижу 12. Ну, вот. И вот этот дом уже тоже достраивается. Подойдем под крышу. Вот здесь Партизанская улица. Ну, а дом находится на Молдогвардейской, дом 44. Видите, 11-этажный дом. Строительство дома началось тоже в 19-м году, так же, как и на Бобруйской улице. Ну, только он чуть-чуть, немножко поменьше. И вообще, хотели его сдать еще в прошлом году, в 2020-м по плану должны были сдать. Но, как мы видим, вот начало 2021 года, но дом пока еще не сдан. Хотя, конечно, он уже в более таком приглядном виде, нежели дом в Бобруйской. То есть, он уже не только подведен под крышу, но уже облицован фактически с внешней стороны. Ну, идут какие-то, видно, внутренние отделочные работы. И, конечно, ясно, что в этом году его сдадут. И, скорее всего, уже довольно-таки скоро. Может быть, даже вот в первом квартале вот этого 2021 года. Вот. Ну, здесь вот на пересечении, как раз вот, с партизанской улицы. Там раньше, когда-то здесь небольшой скверик находился. Само на это здание стоит Кунцевского военкомата. Вот. Вот это пятиэтажное здание. Ну, и здесь вот около него, сколько я знаю, был скверик. Ну, хотя, возможно, что-то здесь было еще и до скверика. Даже мне попадали сведения, что здесь какое-то было здание термосервиса. Ну, не знаю. Может, какие-то коммерческие, небольшие-то, какая-то компания сидели, всякие офисы были. Ну, по крайней мере, сколько я застал, здесь вот все время был какой-то такой небольшой маленький скверик. Как раз вот на пересечении с партизанской улицы. Ну, и вот здесь, собственно, построили этот вот теперь реновационный дом, который в этом году сдадут и уже будут заселять. А вот тот дом, видите, пятиэтажка. Вот. Это партизанская, дом 20, пятиэтажный дом, общежитие. 1554 года постройки. И вот оно попало под снос по реновации. Вон тот кирпич, штукатуренный, по-моему, так вот видно. Вот за военкоматом следующий дом там стоит. И за вот этим реновационным домом. Так что вот оно попало под снос. Ну, что ж. Да, вот еще посмотрим чуть. Вот здесь вот лучше видно даже, да, этот дом реновационный. Ну, а теперь пойдем дальше. Вот видите, уже современный дом. Тоже на пересечении этой партизанской и Молдогвардейской улиц. Ну, пойдем дальше по... Вот это... Сейчас, в основном, Молдогвардейская улица. Ну, сначала по партизанской. Посмотрим один дом, а потом уже перейдем на Молдогвардейскую. Вот, от него. Так, и вот этот дом, он у нас, видите, 18-корпус 2. Он довольно интересный, четырехэтажный. Был построен в 1932 году. И вот этот дом, он попал под реконструкцию. То есть, не под снос, а под реконструкцию по плану. То есть, это один из очень немногих домов здесь, в Кунцеве, который попал под реконструкцию. Вот. То есть, если в других районах наоборот, многие дома как раз попали именно в основном под реконструкцию. Недавно видели. То здесь вот обратная картина. А, кстати, видите, вот пятиэтажка не попала. Ну, сейчас мы видим там на Молдогвардейской вообще идет чередование очень большое. Что-то попало, что-то не попало. Что-то попало, что-то не попало. То есть, вот это будет постоянно идти. Ну, еще раз смотрим. До 18-корпуса, видите, немножко в глубине. Вот это у нас уже находим сейчас в 31-м квартале. 31-й, 34-й квартала Кунцева. Там был 16-й, где вот как раз построили. Это свой реновационный дом. Ну, почти построили, да? Достраивают. Так, вот это такой довольно интересный дом. 52-го года постройки. Четырехэтажный, кирпичный. И, по-моему, покрашенный. Ну, такие балкончики красивые. Ну, по крайней мере, сносить его не должны. Должны реконструировать. Ну, а там что уж будет, конечно, это дело такое. Так, ну, а теперь уже мы, собственно, идем вот по Молодой Гвардейской улице. Вот видите, вот эта пятиэтажка, партизанская 20-й. Тот, дом по Молодой Гвардейской. Они вот в реновации, допустим, не попали. Вот такая вот ситуация. И этот дом тоже не попал. Вот видите, красная пятиэтажка. Казалось бы, во многих районах вот попадает, а здесь нет. Ну, пожалуйста. Так, вот, допустим, дом 39-й. Он не попал. Тоже 41-й не попал. Это 20-й по-партизански не попал. То есть, это довольно такая ситуация. Это достаточно обычная. Вот этот 37-й не попал тоже в дом. По-разному. 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 Ну, а сейчас мы уже будем смотреть те, которые попали. Вот это дом 35-й, корпус 2. Вот. И, кстати, все дома, которые сейчас мы будем смотреть, которые попали в реновацию, они все были, ну, они все кирпичные. И все были построены в 1952-м году. Вот так. То есть, в один год даже были построены. Ну, и они ведь пятиэтажные тоже. Так что так вот. Ну, вот эти так вот целых кварталов, допустим, домов, да. Так вот. Значит, смотрим. Вот этот дом у нас. Допустим, 35-й вот этот, да. Вот. Ну, вот смотрите, значит, дом, да, вот 35-й, корпус 1, вот этот дом, да, он в реновацию не попал. А вот этот вот трехэтажный дом, тоже кирпично-штукатуренный, 1952-го года, он в реновацию попал. Причем, не под реконструкцию, а именно под снос. То есть, реконструкция здесь не предусмотрена. Ну, вот смотрите, вот этот дом, вот, 35-й, корпус 1, вот он в реновацию не попал. А вот этот вот попал, видите, такой симпатичный домик, 52-го года постройки, с такими тоже балкончиками красивыми, тоже вот попал под снос. Вот, ну и далее ситуация такая, что, значит, у нас вот этот дом, 33-й, корпус 1, но этот дом уже 59-го года постройки, вот там он находится, тоже. Он в реновацию попал, и 33-й, корпус 2, вот этот тоже попал, четырехэтажный дом, то есть и 33-й, корпус 1 попал, и 33-й, корпус 2 тоже попал. Вот, еще раз смотрим, неплохо здесь видно, 33-й, корпус 1, непосредственно уходит на проезжую часть, вот, молодогвардейские улицы, в глубине, вот, раньше строили еще в 52-м году, вот это вот такой красивый четырехэтажный дом, с небольшим декором даже, видите, карнизы какие красивые, балкончики, и вот еще раз 35-й, корпус 2, и 33-й, корпус 2, в 33-й, корпус 1 тоже попал. Так что, так, видите, в глубине строили специально вдали от проезжей части, еще тогда вот, вот, ну, а потом уже стали, вот в конце 50-х, в 60-е годы уже стали строить дома, уже ближе к проезжей части, уже как-то не так, скажем так, заботились о людях, уже меньше. А сначала, да, видите, как довольно комфортно здесь было жить, тихо, спокойно, учитывая еще и то, что молодогвардейская улица вообще была тогда очень тихая, машин было мало в 50-е годы, представляете, да? Ну, и дальше вот смотрим опять та же самая картина, вот этот дом 31, корпус 1, он не попал в реновацию, хотя тоже кирпичная пятиэтажка такая серенькая, вот, видите, с небольшими выступами двумя. А 33, 31, корпус 2 попал, вот трехэтажный дом, тоже 1952 года постройки, тоже кирпич наштукатуренный, вот с такими тоже балкончиками. Ну, они как бы составляют такой ансамбль, да, то есть два трехэтажных дома, вот, и вот между ними вот этот четырехэтажный дом, 33, корпус 2, и 31, корпус 2 тоже попал, а 31, корпус 1 не попал, вот такая вот ситуация. Ну, дом, конечно, видите, в таком довольно тяжелом состоянии, видите, там, и боксер разъедает, конечно, вот это все. Как-то дом красивый по архитектуре, да, но, конечно, состояние внутреннее, я думаю, там довольно печальное. Вот так, что, наверное, да, уже сложно что-либо с ним сделать. Ну, вот этот дом, допустим, тоже, например, видите, скверик еще перед ним, да, дом 29, он тоже не попал в реновацию, хотя тоже кирпичная пятиэтажка, вот, кирпичная, отштукатуренная, ну, тоже не попал. Ну, поэтому тут, как бы, такая вот ситуация, действительно, как бы, небольшой скверик, как видите, специально даже строили скверы перед домами, да, то есть от проезжей части здесь вот, как бы, сквер, то есть, чтобы как-то можно было отдохнуть, не просто, чтобы жить, да, но и чтобы как-то отдых какой-то был, то есть все действительно было так довольно хорошо, комфортно для людей. Вот, сейчас, конечно, такого уже себе трудно представить. Ну, вот, ну, еще раз посмотрим, как бы, на этот ансамбль, вот этот вот дом, 31 корпус 2, 33 корпус 2, и дальше там скрылся уже 35 корпус 2, а этот не попал в реновацию. Вот такая ситуация. Так что здесь большинство домов, кстати, вот как раз в реновацию не попало на Молодогвардейской улице, большинство. Ну, здесь, конечно, летом хорошо, сейчас, видите, все в снегу, даже трудно понять, что это сквер, ну, вот здесь почистили, еще какую-то сцену сделали, конечно, вроде сцены не было, тут уже что-то придумали. Ну, ладно. Ну, вот, кстати, вот смотрите, тоже интересно, трехэтажный дом, вот, похоже на те, которые мы только что видели, вон там, 31, 33, 35 корпуса 2, а он в реновацию не попал, допустим, да. Вот этот тоже дом не попал. Так что, такая ситуация. Действительно, чередование идет довольно серьезное. Ну, и сейчас еще один дом посмотрим в этом квартале. Ну, 31-3, черт. Вот такой домик, видите, потечет. Так. Ну, а 27-й дом тоже не попал. У нас сейчас интересует дом 25, корпус 2. Чуть-чуть он подальше. Вот это, видите, все дома, все. Вон еще там пятиэтажка, да? Вон еще пятиэтажка. Вот это вот, кстати, дом 25-й. Видите, какой дом тоже? Похоже на 33, 35, 31-й дома. Тоже четырехэтажный дом. Реновация не попал, пожалуйста. Вот, поэтому тут все так очень сложно в этом смысле. Ну, вот этот тоже не попал. А вот за ним как раз тот дом, который нас интересует. 25, корпус 2, четырехэтажка. Кирпичная. Который попал в реновацию, подснулся. Он тоже что-то вырубает деревья, обкармливает потом. Уже могут и не вырасти, погибнуть. Ну, это целенаправленная политика идет. Ну, 23-й дом. Так, 23-й, а нас интересует 25, корпус 2. А где же этот дом? Так, сейчас. Смотрите. А, это вот как раз вот этот дом, да? 25-й. Да, вот он как раз, я сказал, он не попал. Нет, он как раз попал, вот этот дом. Это я ошибся. Вот как раз 25 корпуса, четырехэтажный дом, построенный в 351 году. Да, кирпично-штукатуренный. И вот этот дом как раз попал в реновацию, тоже под снос. Вот. Так же, как и те дома, вот два трехэтажных и четырехэтажный дом, еще 33, корпус 2. И вот это 25, корпус 2 тоже. Вот в глубине вот этого 31-го квартала Кунцева, тоже вот попал в реновацию. А эти вот, которые как раз непосредственно ходят на правую часть, окружают торсами или лицом, они вот не попали. Обычно такие пятиэтажки, более поздних времен постройки уже, начало 60-х годов преимущественно. Конец 50-х, начало 60-х. А это вот начало 50-х, 51-й год. Все. Это у нас колледж геодезии и картографии. Вот это, на Лугвардейской улице. Здесь вот на начальном отрезке вот этой улицы в реновацию попал тоже один дом, общежитие. Под номером 11, корпус 1. Вот как раз находится за этим колледжем. И вот что интересно, два одинаковых общежития, 11 корпус 1 и корпус 2, но одно из них попало в реновацию, подсунулся, а другое не попало. Так вот, вот это общежитие, вот оно, под номером 11, корпус 2, как раз от этого колледжа геодезии и картографии, оно в реновацию не попало. Вот оно, прямо за этим вот колледжем стоит, вот это здание. Они как бы образуют симметричные такие вот, друг к другу обращены вот эти два общежития. Ну и построены фактически были тоже в одно время. Вот это 11, корпус 2. Вот, немножко такая выпуклая часть и крылья небольшие такие. Вот этот вот общежитие, оно в реновацию не попало. А следующий 11, корпус 1, ну это уже общежитие от МВД. Вот, оно как раз в реновацию попало. Вот, видите, колледж и тот же для него общежитие пятиэтажное. А вот это вот 11, корпус 1, вот это как раз общежитие, которое попало в реновацию. Ну а там от МВД. Был построен в 1373 году. Ну так, вроде по виду еще ничего смотрится, но вот, решили снести. А это вот симметрично расположенное от геодезии и картографии, оно не попало в реновацию. Вот это попало, 11, корпус 1, видите, такая, так сказать, это вогнутая несколько средняя часть туда и вот эти крылья небольшие с двух сторон. Ну и вот это такой же, да, между ними такой как бы дворе. Почему так случилось? Я думаю, что все дело в том, что, наверное, все-таки колледжи геодезии и картографии, это общежитие нужно. И, судя по всему, там активно идет, так сказать, люди заселяются, живут студенты, которые вот учатся в этом колледже. Ну а МВД, наверное, не нужно. Это общежитие, судя по всему, оно вполне готово от него избавиться. Вот поэтому оно и попало. А это, соответственно, не попало. Ну, у меня, по крайней мере, только такое объяснение. Других объяснений я найти не могу, потому что здания абсолютно одинаковые фактически. Ну, ситуация пока такая. Ну, может, и его тоже несут, но пока, по крайней мере, таких планов нету на сегодняшний день. Ну, и все, утонул, такой дворик. Здесь летом довольно много студентов тусуется от этого колледжа. Выходят сюда и здесь там стоят, ну, курят там, просто разговаривают, обмениваются. Вот. Так, ну и осталось нам посмотреть в основном дома по улице Баженко, вот по той улице, куда мы сейчас идем. Но перед этим, это 29-30 квартала Кунцева. Но перед этим, вот, хочу показать вам, видите, так называемый пешеходный тротуар здесь идет. Все, что оставили пешеходам, видите. Вот, его, к тому же, не чистят тут зимой ничего, и пройти довольно сложно. Вот, по такой узенькой, еще к тому же, довольно скользкой тропинке здесь. Вот эту эстакаду, правоповоротный съезд туда, вот на улице Горбунова. Не так давно открыли, года два назад. И вот для пешеходов, видите, как заботятся о людях, о пешеходах. Вот такой сделали. Совсем крошечный тротуар. Но другого выхода нет. Только так можно пройти. А это находится Виллс. Вот, посмотрите, это институт легких сплавов, вот, которые, многие цеха из которых, в общем-то, уже заброшены, мы видим. И, скорее всего, будут снесены в ближайшие годы. Вот, здесь вот. А вот это вот, я хотел вам показать, железнодорожную станцию Кунцево-2. Помните, я говорил, вот, есть такая станция, все как-то больше знают, конечно же. Кунцево-1, ну, или просто Кунцево. Вот. А, как говорится, ну, там она находится подальше немножко. А мы сейчас находимся между рабочим поселком и Седунь. Там рабочий поселок, ну, а там Седунь, платформа на улице Горбунова. И как раз вот между ними находится эта улица Баженко. И вот эта эстакада. А это вот находится железнодорожная грузовая. Грузовая железнодорожная станция Кунцево-2. Она такая чисто грузовая. И вот с этой вот эстакады ее довольно хорошо видно. Вот она просматривается. Тут все время товарные составы, раньше больше было. Сейчас немножко поменьше, но все равно они есть. И здесь находится западный таможенный пост. Ну, это авиазапчасть там, предприятие. А по другой стороной вилс. Ну, а вот это вот, собственно, контейнерная перегрузка. Чем занимается этот западный таможенный пост? Он занимается контейнерной перегрузкой. То есть приезжают контейнеры из разных мест нашей страны, из рубежа. И, собственно, здесь вот проходит разгрузка этих контейнеров, перегрузка в разные железнодорожные вагоны. Ну, и разгрузка на грузовые машины. Ну, а дальше уже, собственно, дальше на грузовом транспорте уже все это, в принципе, перевозится в разные районы Москвы, страны и так далее. Ну, вот эта станция, она туда идет вот, ну, фактически до кольцевой дороги. Здесь же еще и проходит и Усовская ветка. Вот она, Усовская ветка. Вот, электрички здесь ездят в сторону Усова. Вот. Ну, а это вот, это Усовская ветка отдельно. А вот за этим забором здесь находится как раз железнодорожная станция Кунцево-2. Ну, по сути, это Усовская ветка. Вот здесь вот, это все, это все, железнодорожная станция Кунцево-2. Не только за забором, но и здесь. Просто, ну, за забором в основном происходят всякие грузовые операции. Ну, видите, вот тут погрузка, наверное, будет контейнеров пока стоит. А там уже тоже отстой идет, формирование разных составов. Ну, и потом вот это все идет, перевозка в разные регионы Москвы, как железнодорожным транспортом, так и грузовым автомобильным транспортом. Вот. А это вот такой вот, видите, тротуар маленький. А здесь все очень грязное, поэтому, не дай бог, коснешься и весь грязный будешь. Ну, а это улица Ивана Франко, конец улицы. Она тупиковая и заканчивается фактически вот до железнодорожной станции Кунцево-2 проходит. И там жилищник, до жилищника она проходит, и все, там туда завиа запчасть, и все. Ну, а вот, собственно, и улица Боженко, которая нас интересует непосредственно по теме реновации. Здесь находится 29-й квартал, ну, а по ту сторону 30-й квартал. Вот, видите, улицу расширили, встал нам многополосный, сделали металлические отбойники. Вот, правоповоротный съезд туда, на Горбуново, туда дальше, на Толбухино, Барвихинская улица. Ну, в общем, туда вот, дальше, в ту сторону тоже съезд идет. Ну, это авиазапчасть предприятия, тоже могут, кстати, снести, но пока вроде работает. Ну, вот еще раз посмотрим, Кунцево-2, там вот цеха ВИЛСа, института легкий сплав, ну, и за ним идет опытная цеха. Собственно, сам корпус и КБ наработает непосредственно на улице Горбунова, выходит, да? Ну, а цеха, видите, они выходят на задворки, вот сюда уже ближе к улице Боженко и станции Кунцево-2. Ну, вот, а теперь уже давайте смотреть реновацию непосредственно, снова продолжим, и посмотрим, какие здесь дома попали в реновацию. В 29-м квартале Кунцево фактически все дома попали в реновацию. Вот. И вот первый дом, который мы видим. Вот, дом 5, корпус 1, вот он перед нами. Здесь все кирпичные дома, ну, равно как и в 30-м квартале Кунцево. В том, вот, который с другой стороны находится. Ну, там дома более интересные, а здесь, в общем-то, обычные дома. В основном красно-кирпичные, но серенькие тоже есть. Вот, видите, это авиазапчасть. Ну, а там гаражи. Вот, это промзона Кунцево, кстати, я не сказал, промзона Кунцево. Вот. По-моему, еще о ней не говорили, но поговорим. Ну, вот, видите, гаражи тоже между жилой застройкой промзоны. Ну, гаражи, вот, жители вот этих домов. И вот, собственно, сами дома. Вот мы видим дом 5, корпус 1. Он непосредственно выходит на проезжую часть своим лицом. Видите, такой довольно грязноватый дом. Дом. Здесь все время шумно стало. Раньше, конечно, улица была намного более тихая, спокойная. Обычная улица была, но когда вот ее продлили, сделали такую большую развязку туда дальше, на Кубинку. Собственно, Боженко, а вот этот мост, он соединяется с улицей Кубинка. Вот, по ту сторону улицы Кубинка. То очень шумно стало. Многополосная стала магистраль. И, видите, весь дом в черноте. Видно, очень большая нагрузка. И, так сказать, звуковая, и вредная, примесная нагрузка. Ну, и запах тоже, конечно. Так что дом 5, корпус 1, построенный в 1960 году. Ну, и здесь все дома не под снос. А в том квартале, в 29-м, там многие дома под реконструкцию. Ну, в частности, те, которые мы видим. Дома вот перед нами. 14-е, 12-е дома. Вот это 12-е. А за ними там 14-е дома. Это под реконструкцию. Ну, мы их еще поближе посмотрим. Пока давайте на 29-м квартале сосредоточимся. Видите, сделали этот переход наземный. Так, ну все, вроде мучения закончились. Дальше будет попроще. А дальше уже выход сюда. Видите, никакого перехода нет. Вот, вот так вот достаточно опасно все сделали. Итак, дом 5, корпус 1. А дальше идут 7-е дома. Ну, здесь, собственно, улица Боженко. Она начинается как раз от этой стаканы. Там уже более современные дома, хотя и советские. Ну, а заканчивается она на Молго-Гвардейской улице. Улица совсем небольшая, но вот, видите, и все дома фактически в ней попали под реновацию. Ну, вот это вот дом. 7-корпус 2 тоже построено в 60-м году, так же, как и 5-корпус 1. В один год они были построены. Это вон торцом стоит этот дом, вот, в проезжей части. 7-корпус 2. А это 7-корпус 1, тоже лицом стоит на проезжей части, тоже красной кирпичной. Вот. И был он построен на год попозже, в 361 году, чем 7-корпус 2 и 5-корпус 1. Это 7-корпус 1 дом. А вон 7-корпус 3. Вот видите, они образуют практически такое полукоре. Вот, полузакрытое такое пространство. Здесь это 7-корпус 3. И дом был построен в 362 году, еще на год попозже, чем вот те, что видите. То есть, вот этот вот, да. То есть, сначала построили дом 7-корпус 2, вот этот. Потом 7-корпус 1 в 61-м году. А в 62-м добавили 7-корпус 3. Вот такая ситуация. И все вот эти три дома, они попали в реновацию под снос. Ну, и между ними, видите, такой дворик находится. Довольно симпатичный. Ну, сейчас, конечно, все в снегу, поэтому не очень симпатично. Но, а летом, конечно, здесь все в зелени. Ну, и красиво. Травка все, конечно, цветет буквально. Вот. Ну, и дальше идем мы к дому 9. Вот он перед нами. Ну, и он, как видите, несколько отличается. Он пятиэтажный тоже, как и эти дома. Но, конечно, отличается несколько этих домов по виду своему. Да, ну, и кроме того, он отштукатуренный. Вот. И был построен он пораньше, в 358 году. То есть еще, когда здесь было под Москвой. Потому что Кунцево, это здесь был город Кунцево. Правильно, этот город взошел в состав Москвы в 60-м году. И тогда уже были построены вот эти дома вскоре. После того, как вошел вот это 7, еще, например, 7-корпус 3, 7-корпус 2 и 7-корпус 1. Ну, и этот еще даже пораньше, буквально за 2 года до вхождения Кунцево, подмосковного города в состав Москвы, в 1958 году был построен. Ну, там комбинат конструкции железобетонных тоже могут, кстати, снести. Ну, тоже промзона Кунцево, она, видите, тут везде фактически. Конец Молодогвардейской улицы. Здесь вот за улицей Баженко, Горбуновая улица, это все промзона Кунцево. Ну, вот здесь спортивная площадка, видите, дом 9. Кирпичный тоже, аштукатуренный, 58-го года постройки. Видите, какой довольно длинный дом, и с выступом средним, и боковыми еще крыльями. Небольшими, правда, выступами такими. Вот. Ну, это вроде детский сад раньше был, ну, для жителей этих домов. Ну, сейчас не знаю, как используется. Ну, типа офисы, но уже не детский сад, это 100%. То есть тут какой-то, какие-то всякие организации работают. Вот. Ну, и далее, соответственно, мы посмотрим еще дома 11 корпуса 1 и 2. Вот они перед нами. Вот. 11 корпус 1 непосредственно выходит на проезжую часть тоже, как и 9 и 7 корпус 1. От 11 корпус 1. И был построен в 59-м году. Видите, краснокирпичный дом. Тогда в 50-е годы очень много строили краснокирпичных именно домов. Вот. Итак, вот это дом 11 корпус 1. Вот. И вот этот вот здесь хорошо будет видно, дом 9. Вот видите, кирпич нашштукатуренный, 58-го года постройки. И вот это дом 11 корпус 1. А это вот 11 корпус 2 дом. Ну, он уже такой серенький, и был построен попозже. Вот. В 1663 году. Ну, можно сказать, едва ли не посредимся и тех домов в этом 25-м квартале, который мы видели. Вот он, пятиэтажка серенькая. Вот. 63-го года постройки. Ну, а тот дом, он стоит уже на Молодогвардейской улице, по которой он и чистится. Она вот как раз за этим домом, где заканчивается улица Боженко. То есть, вот этот дом у нас 11 корпус 1, 11 корпус 2. А это вот Молодогвардейская улица, дом 55. И дом тоже был построен в 59-м году, тогда же, когда и 11 корпус 1. То есть, их вместе строили. 11 корпус 1 в конце Боженко и дом 55 по Молодогвардейской. А они поэтому совершенно одинаковые, в принципе. И краснокирпичные, ну и, думаю, конструктивные тоже, естественно, они одинаковые. Вот. А этот вот 11 корпус 2, он от несколько отличается. Итак, Молодогвардейская, 55. И, посредственно, лицом выходит вот на Молодогвардейскую улицу. Все, таким образом, 29-й квартал мы с вами прошли. И остался у нас последний 30-й квартал Кунцева. Ну, и тоже, видите, как бы такой полукаре. Вот. То есть, три дома, да, полузакрытое пространство. А там дальше открытое. То есть, там детский сад, ну и бывший уже. Так что, видите, все было очень сделано по уму, конечно. Когда строили вот эти дома, этот квартал. И, как мы видим, весь этот квартал будет снесен. Но когда, пока неизвестно, я уже сказал, пока сроки реновации Кунцева пока не определены. Ну, а вот перед нами 30-й квартал, который находится по другую сторону улицы Боженко. И здесь, как я уже сказал, не все дома попали под снос, некоторые под реновацию, под реконструкцию. Ну, и вот мы видим дом 53. Вот этот, он хотя бы ходит на улицу Боженко. Тоже красно-кирпичный дом. Ну, но чистится он по Молдо-Гвардейской улице. Дом 53. И был построен в 60-м году. Ну, собственно, тогда же когда и, в общем-то, вот эти, в принципе, большинство домов. Вот эти все годы. 58-й, 59-й. Ну, до 63-го года. Вот эти вот все, что мы сейчас видим как раз. Итак, дом 53. Вот это Молдо-Гвардейская улица. А это дом 51, который непосредственно лесом выходит на Молдо-Гвардейскую улицу. Это 53-й дом, это 51-й. И все эти дома, еще сейчас 49-й посмотрим, они все были построены в один год. То есть в 60-м году. Вот дом 51-й, пожалуйста. Здесь хорошо видно. Вот, ну, сейчас мы еще со двора посмотрим. Вот, со двора. Тоже три дома, они тоже с другой стороны образуют как бы такое полузакрытое коре. Итак, вот это дом у нас 53-й, это 51-й. Ну, вот идем во двор. Да, здесь немножко как-то не так шумно, как на улице. Но вот дом 53-й. Сейчас мы туда зайдем. Вот здесь хорошо видно. Дом 53-й. Вот. Ну и далее, соответственно, та же картина, которую мы видели на Боженко улице. Вот это вот дом у нас 49-й. Вот, серенький, но тоже построен в 60-м году был. Видите? И вот это дом 51-й, который выходит на Молдогвардейскую улицу. Все три дома вот эти числятся по Молдогвардейской. Хотя вот этот выходит лицом на Боженко. Ну, а торцом, видите, выходит все равно на Молдогвардейскую. Так что, в принципе, тут ничего такого нет. Какой-то крамолы. Вот еще раз смотрим дом. Вот 49-й. Вот здесь тоже видно хорошо дом 51-й. Ну и уже 53-й мы смотрели. Все они были построены в 60-м году. А вот дальше дома уже будет намного интереснее. Самые интересные такие дома. Видите, этот вот один фактически дом. Видите, какой большой. Он несколько так вот идет под углом. То есть не прямо. А вот так несколько вот такой плавной линии идет, да. Вот это уже дома будут тоже по улице Боженко. И это у нас дома 14-е. Это дом 14-й, корпус 1. И дома были построены пораньше, чем те, что мы видели в 56-м году. И вот эти дома 14-е, они попали в реконструкцию. То есть не под снос, а под реконструкцию. Я уже говорил. Тут некоторые дома попали под реконструкцию. Ну вот. Один, видите, какой красивый дом. Ну, потому что он ведь симпатичный, красивый. Потому и попал, собственно, под реконструкцию. Да. Дом 14-й, корпус 1. Ну и сейчас еще увидим 14-й, корпус 2 и корпус 3, которые тоже попали под реконструкцию 1. Были построены, в общем-то, в одно время. В 56-м году все строили. То есть этот дом, он такой самый красивый, угловой. Но те дома уже не такие красивые. Вот. А вот этот дом 14-й, корпус 4. И он в реновацию не попал. Вообще не попал. Не под снос, не под реконструкцию. Вот это, кстати, довольно интересно. То есть, в принципе, вот все дома фактически в этом вот квартале, ну такие, до 5-ти этажей, они попали в реконструкцию. А вот этот вот дом, желтенький такой, он вообще не попал. Не под снос, не под реконструкцию. Честно говоря, ну, это несколько странно. И не факт, что, в общем-то, он устоит. Вот. А теперь, прежде чем посмотрим еще вот эти дома, обратите внимание вот на этот дом. 5-ти этажный. Ну, в принципе, он обычный. Вон обычный дом. 47-й, корпус 3, по Молодогвардейской улице. Видите, там даже написано вот на торце, вот вверху, видите, год постройки этого дома. 370-й. Ну, такая обычная пятиэтажка, песочного цвета. И она попала вот тоже в реновацию. 47-й, корпус 3, по Молодогвардейской улице. Ну, это она уже попала под снос, конечно, не под реконструкцию. Тут, собственно, никакой ценности нет. Вот давайте посмотрим дом 14-й, корпус 4. Вот здесь вот уголковый дом такой, видите. Вот еще раз напомню, что он не попал в реновацию. Вообще не попал. То есть не только под снос. Ну, и вообще не попал. Ну, и далее идем. А вот 14-й, корпус 1, 2 и 3, они попали. Ну, один мы уже видели, я показывал. Сейчас еще посмотрим со стороны двора. Ну, и вот этот вот, да, посмотрим дом 14. Вот у нас дом 14-й, корпус 3. Видите, какие красивые дома. Еще даже небольшие-таки, как бы, колонны. Что такое, имитация какая-то колонн, да. Вот карнизы какие красивые, обширные. Балкончики тоже на втором, третьем этажах. А на третьем и четвертом, да, третий и четвертый. А на втором они какие-то такие декоративные. Ну, то есть на них нельзя выйти. Вот, видите, и вот эти 4 дома, 4 корпуса дома 14, они образуют как бы такое вот закрытое пространство, видите, внутреннее. И здесь вот, конечно, очень хорошо, красиво, довольно тихо, спокойно. Ну, и вот детская спортивная площадка внутри находится. Так что все очень красиво. Вот, это у нас 14 корпус 3. Вот, а этот вот, еще раз смотрим, 14 корпус 4, он в реновацию не попал. Но это абсолютно не значит, что его не будут, так сказать, ничего с ним делать. Хотя, мне кажется, что его уже, в принципе, обновили. Так что, возможно, что уже реновация, ну, скажем так, ремонт этого дома, он уже прошел. Вот, ну, а вот этот дом, вот видите, 14 корпус 3, здесь хорошо видно этот дом. Он вот как раз попал в реконструкцию. Так, ну, и один, смотрели, сейчас еще со двора посмотрим. Вот этот 14 корпус 2. Ну, такой очень страшный, конечно, вид. Вот 14 корпус 1, но уже со стороны двора. Общего, ну, как бы общий для всех этот двор. Вот, а не только для этого, видите, дома. Ну, вот видите, это такая детская площадка, получается, площадка для отдыха. А это, конечно, дом в очень страшном состоянии находится. 14 корпус 2, видите. Да, это, конечно, очень страшно. И явно он требует реконструкции. Вот, я вообще даже не знаю, можно ли что-то здесь реконструировать или вообще снос. Ну, как бы там ни было, этот вот 14 корпус 3. 14 корпус 2, 14 корпус 3, и вот этот вот 14 корпус 2. И видите, какие красивые дома. Там даже башенка какая-то, возможно, наблюдательная, военная, не знаю. Ну, красивые дома. Сейчас еще вот отсюда посмотрим. Может быть, более хорошо будет видно. Вот, более. Вот. Насколько возможно. Ну, все, и пойдем дальше. А дальше у нас 12 дома, которые тоже попали под реконструкцию в 30 квартале. И их два корпуса. Вот у нас, соответственно, 12 корпус 2. И вон там 12 корпус 1, который выходит на проезжую часть. Ну, тоже такие довольно красивые дома 12. И были они построены еще раньше даже, чем вот эти 14, в 54-м, 55-м годах. И тоже они попали под реконструкцию. Вот. Вот это еще. Выходит одним углом на проезжую часть Баженко. Это 12 корпус 1 как раз дома. А это вот немножко в глубине. 12 корпус 2. Так, сейчас посмотрим. Вот здесь хорошо будет видно, я думаю, да? Да. Вот здесь хорошо видно. Вот 12 корпус 1. Так. И сейчас вот сюда отойдем и посмотрим 12 корпус 2. Еще раз напомню, эти дома попали в реконструкцию. И были построены в 54-м, 55-м годах. Итак, 12 корпус 2. А вот это дом 10 корпус 3. Видите, он стоит тоже тут в глубине, в двориках. И тоже был построен в то же время. 54-м, 55-м год. Тоже попал под реконструкцию. Видите, какой. Ну, он просто не уголковый, а несколько отличается от тех, что мы видели только что. И, скорее всего, изначально он был двухэтажный, а потом надстроили еще три этажа, что вот видно по вот этому срезу. Над вторым этажом. Карнизу небольшого. И котельная, судя по всему, натапливалась. Собственной котельной. 10 корпус 3. Ну, и осталось еще 10 корпус 1 и 10 корпус 2. И тоже эти дома все были построены в 54-м и 55-м год. И тоже они попали под реконструкцию. Так, ну, вот здесь хорошо будет видно. 10 корпус 1. Ну, и вот такая тоже. И тоже, как бы, видите, они образуют фактически такое вот вообще закрытое пространство. Ну, естественно, с проходами для людей, понятно. Но, по сути, вот такой очень, такой свой внутренний мир, микромирок такой. Вот. 12 корпус 1, 10 корпус 1, 10 корпус 3. Вот это 10 корпус 2. Ну, и вот 12 корпус 2. Все дома Небра тоже такой вот общий дворик на все эти дома. Ну, и учитывая то, что, в принципе, дома-то небольшие, народу не живет не так много. Так что вполне-вполне. И вот этот дом. Еще раз смотрим. Уголковый тоже. Это 10 корпус 2. Такой розового цвета. Вот. И все вот эти дома, которые мы только что видели. 12-е, 10-е. Они все были построены в 54-м, 55-м годах. Так, еще раз. Итак, смотрим. 10 корпус 1. Так. Так, 10 корпус 2 и 10 корпус 3. Вот так. Все. И осталось нам посмотреть последний дом, который попал в реновацию в Кунцеве. Он находится на партизанской, уже знакомой нам улице. Вот. Вот. Дом 9, корпус 1. Тоже в этом 30-м квартале Кунцево. Вот там партизанская проходит за этим домом. И как раз вот на ней и стоит дом 9, корпус 1. Я уже говорил, что по партизанской улице довольно много пятиэтажек. Ну, или там домов-то пятиэтажей, скажем так. Потому что там не только пятиэтажки. Там, правильно, 4-4 этажа, а 3. Ну, из них далеко не все, а вернее сказать, меньшая часть попала в реновацию. Подсносили реконструкцию. И вот несколько домов мы посмотрели. Вот. В середине улицы. Вот. Там на пересечении с Ярцевской и Молдогвардейской. Ну, а теперь вот посмотрим последний дом уже здесь. В существенном начальном отрезке этой улицы партизанской. Дом 9, корпус 1. Баженко остается в стороне. Да, кстати, посмотрим еще раз. 10, корпус 2. 10, корпус 1. Не так хорошо видно. 10, корпус 2. Хорошо видно. Вот эти дома плали под реконструкцию. Естественно, ничего утверждать нельзя. Потому что, ну, кто его знает. Может быть, возьмут и снесут эти дома. Это вполне возможно. Но именно на сегодняшний момент, по плану, да, все-таки их должны не сносить, а реконструировать. Вот именно на сегодняшний день. Детский сад. Ну и, собственно, вот как раз дом. 9, корпус 1. По-партизанской. Там она как раз проходит. Он одним уголковый дом. Он одним углом выходит на проезжую часть. А вторым он немножко сюда, в глубину заходит, 30-го квартала. Вот. Вот. Пожалуйста. И дом был построен в 1060 году. Он перпичный. Четырехэтажный, кстати. Не пятиэтажный. Итак, дом 9, корпус 1. Это последний дом, который вот из тех, что мы хотели вам показать. Из тех, что попали, скажем так, вот именно. Сейчас еще со двора посмотрим. Из тех, что попали в этом районе Кунцев, в Кунцевском районе, именно в Ренавадс. Там же улица Ивана Франко, где, собственно, от которой как раз и партизанская улица начинается. Вот. Там железная дорога. И, собственно, рядом находится платформа рабочий поселок. Вот. Вот еще один детский сад. Ну, это еще советский. Такой более старый. А это уже более новая постройка. Уже постсоветский, скажем так. Вот, видите, вот эти дома тоже они по-партизански. Видите, трехэтажки. И туда дальше идут 11-ые дома. 13-ый дом. 13-ый корпус 1. Они в Ренавадс и они попали, например. Да, вот эти тоже трехэтажки не попали. Вот. Хотя в Кунцево многие подобные дома попали. Реновации мы их видели. А эти не попали. А попал только вот этот дом. 9-ый корпус 1. Вот тот тоже не попал. По другую сторону партизанской улицы. Попал только вот этот дом. Ну, насколько возможно. Видите, уголочек. Да, нет, но фактически. Да, выходит. Один угловно проезжая часть, другим вот сюда. Вот, собственно говоря, все. Как-то так. Ну, значит, жители просто не захотели других домов именно реновироваться, скажем так. Никуда отсюда приезжать. Ну, район-то, естественно, престижный. Понятно. Так что часть домов именно под реконструкцию тоже. Все-таки. Ну, пусть со временем отселением, конечно, жители, но не полным же все-таки. Ну, вот. Так что такая вот ситуация на сегодняшний день. Именно на сегодняшний день. Но, опять же, конечно, у нас в Москве ничего предсказать нельзя. Вот. Так что, не знаю. Как уж там будет дальше. Будем здесь осмотреть. Так, и вот единственный дом, который попал в реновацию, это вот 9 корпус 1. То есть вот этот дом, да, то есть вот это вот. То есть он туда вот выходит на проезжую часть, вот тем вот крылом. Ну, а этим, соответственно, он чуть-чуть глубину квартала. Ну, сюда вот. А вот это вот, допустим, 9 корпус 2, он, предположим, не попал. Хотя точно такой же дом, вот, ну, видите, он в реновацию не попал. Только 9 корпус 1. 360-го года постройки, 4-х этажный жилой дом. Кирпичный. Ну, обычно серенький кирпич, только 4-х этажный. Вот и все. Вот эти 3-х этажки тоже не попали в реновацию. По партизанской улице они тоже числятся. Видите, кирпичные, штукатуренные дома. Вот так вот. Ну, и вот, собственно говоря, дом 9 корпус 1, который попал в реновацию. Единственное, ну, как здесь вот, в этом вот таком кусте улицы, на партизанской улице, да, видите, 4-х этажный кирпичный дом 1160-го года постройки. Ну, здесь его хорошо видно. А вот точно такой же дом, вот 9 корпус 2, видите, вот, через спортивную площадку, он в реновацию не попал. И вот эти дома тоже трехэтажные, кирпичные, штукатуренные. Ну, здесь, по-моему, уже не жилой дом, а вот этот жилой еще дом. Там тоже он трехэтажный дом, который в Кунцеве довольно часто попадает в реновацию в других районах или под снос, или под реконструкцию. А здесь вот эти дома не попали. То есть только вот этот 9 корпус 1 попал в дом. И все. Вот рядом со школы. Он выходит, одним крылом выходит вот как раз на проезжую часть партизанской улицы, там вот улица Ивана Франко, от которой как раз с партизанской улицы начинается. Вот. И дальше идет далеко, туда до улицы Академика Павлова. Ну, а другим крылом находится несколько вот в глубине вот этого 30-го квартала. Все, все остальные дома и туда дальше, вот 11, 13 дом за этим домом, да, и 7 дома вот эти, они не попали. И 9, и 9 корпус 2, они не попали в реновацию. То есть только вот 9 корпуса 1. Но опять же, подчеркиваю, это на сегодняшний день. Естественно, что, ну, так говорится, как там дальше будет и в итоге, это, конечно, сказать очень сложно. Вот. Ну, вот, на сегодня пока ситуация именно такая. Вот. Вот это вот 9 корпус 1, но у него. Все могут, конечно, переиграть, и другие дома могут сносить. Ну, пока вот так. Все. На этом, я думаю, можно общий обзор домов по швыриновации здесь в Кунцево закончить. Ну, и, конечно, как обычно, будем следить за развитием событий. в Кун совсем не